Следующий кандидат. Я не кандидат в кандидаты, я выступаю как консультант и пиар-советник того, как можно было бы победить на выборах. Самое интересное, сейчас мы вам покажем, с которой начиналась вот эта политическая иллюзия. Слово предоставляем, это Старухин Ярослав. Прожейте. 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 Уникальная возможность, дорогие друзья, отчитаться перед вами за дистанцию жизненного пути в 15 лет. Здесь собрались новоиспеченные кандидаты в кандидаты в президенты. Все, что я буду говорить, все можно проверить в интернете. Был задержан в 2007 году, вышел на улицу с позиции самовыдвижения кандидатов в президенты. Для чего самовыдвигался кандидатом в президенты? Для того, чтобы привлечь внимание журналистов. То есть, я полагал, что если творцов в обществе 7-10%, но найдется 1-2 человечных журналистов, это не продажных, которые думают, что это тем более блогерство пошло. А о чем шла речь? О чем шла речь? Значит, то, что мы сегодня здесь послушали, ну, по-хорошему, это такая ясельная группа подготовки кандидатов в кандидаты в президенты. Вот, потому что когда выборы 17 марта, а мы сейчас ведем разговор о том, чтобы собрать, создать единого кандидата, единого кандидата, то постановочная задача, постановочная задача даже неверная и ложная. Почему? Потому что важна не личность, а важна идея. А технологически, когда мы говорим, давайте мы вот выберем одного ведущего кандидата, а по какому критерию? А что, вот все на общак кинули, и вот все это дело соберем? А какова ценность того, что все это кинули? Вот, поэтому здесь, когда я начинал 15 лет тому назад, ну, я относительно был молодой, 15-35 лет мне было. Ну, и казалось, жизнь впереди. Оглядываясь назад, сегодня вот эти 15 лет пролетели как одно мгновение. Ничего в жизни не изменилось. А что именно не изменилось? Постановочная задача. Вот говорят о президентстве, о президентстве, так, а какая главное, главное целеполагание государства? И вот здесь это не было произнесено. Я изложу свою точку зрения, я не кандидат в кандидаты, я выступаю как консультант и пиар-советник того, как можно было бы победить на выборах. Вот, целеполагание государства какое? Это увеличение народа-населения. Увеличение народа-населения. И эта задача никем не ставится. То есть мы слышали в течение сегодняшнего дня, что обсуждалось огромное количество частностей. Частностей. И уходили от главного. Какова главная ценность? Главная ценность, здесь вот докладчик сказал, что критерием является счастье человека. А поскольку речь о выборах, я приближусь как к тактике победы, как победить, то пассионарной массой является у нас ячейка общества. Семья – источник пассионарности. И вот 15 лет, выступая на огромном количестве площадок, а у меня ютуб-канал, и на ютуб-канале 15 тысяч видеосюжетов. Это только то, что выложено в сеть. Это 15 тысяч раз я включал кнопку записи и беседовал с какими-то людьми. Как правило, эти мужчины, эти оппоненты – мужчины. И когда речь шла о том, что у нас есть возможность создать рай на планете, мужчины не слышат, не слышат категорически, что такое рай. Потому что мужчин воспитывают категорически в доктрине воин, победитель, завоеватель, альфа-самец, добытчик. Если ты этого не делаешь, ты лузер. Ты просто лузер. В какой доктрине? В доктрине расставщичества. О чем нужно вести речь? Что мы можем освободиться от расставщичества. И что тогда мы получаем? Мы получаем технологии изобилия. Почему существует расставщичество? Потому что на определенном этапе развития человечества нужно было перераспределять ископаемые ресурсы. В случае же, я продвигаю тему новой научной парадигмы, это получение энергии и материи из окружающего пространства. Код природы, код Бога, как говорили об этом предыдущий докладчик. Соответственно, получая энергию из окружающего пространства, мы избирателю можем говорить, что когда мы победим на выборах, мы ставим задачу обеспечить каждого жителя, нуждающегося, жильем в ближайшую пятилетку. Не 10, 20, 30 лет какие-то там развития страны. То есть, если наша задача это целеполагание увеличения народонаселения, то нужно разобрать, а как это народонаселение приумножается? Ну, а оно как минимум должны, мужчины и женщины, иметь пространство личное, где могут уединиться, любить друг друга, зачать ребенка, далее воспитывать. Если мы говорим о многодетности, соответственно, это должна быть жилплощадь, позволяющая жить 50 людям. А это надо всех кормить, это все энергетически надо обеспечивать. Откуда это все взять? И вот когда Атраковский говорил о том, что духовная и высокотехнологическая держава, то я вам должен ответить, что когда говорят о высокотехнологической державе, никто из докладчиков не говорит про эфир. Никто из этих докладчиков не говорит о новой научной парадигме. Почему? Потому что как журналист я вам отвечу, я произвел журналистское расследование. Есть такое подозрение, что в начале 20 века технологии Николы Тесла и эфира были приторможены на планете Земля. До какого момента? До момента, когда появится интернет. То есть мы сумеем согласовать наш общий вектор целей и задач со всей планетой и массово прийти к согласованию. О чем к согласованию? Почему я говорю про женщин? Потому что женщины рожают, и женщины не хотят терять свое потомство в борьбе за тот или иной видов ресурсов или еще чего-то. Соответственно, что мы говорим? Мы говорим о том, что технологический прогресс невинуемо ведет к эскалации вооруженного конфликта. А те технологии, эфирные технологии, они притормаживаются, потому что они способны взорвать планету и уничтожить всю цивилизацию. Поэтому, используя выборы внутри Российской Федерации, вывести на международную арену о том, что мы можем создать изобилие по всей планете для всех, создание рая по всей планете. Такую постановку задачи никто абсолютно не ставит. Самовыдвижение одного кандидата с точки зрения прагматизма и эффективности практически ничтожнейшая задача. Но это не значит, что это не надо делать. От того, что у нас здесь собралось 10, 20, 30 человек, это не значит, что это не надо делать. Нужно понимать, что эффективность низка и думать над тем, каким образом повысить эффективность. Вот эффективность мне видится в чем, что создать инфоповод, планетарный инфоповод. Мы здесь ищем одного кандидата в президента, которого наполнить некими коллективными задачами. Но ситуация такова, что один кандидат, если его ликвидировать, и вся программа и рухнет, и все остановится. А массовой поддержки народного населения мы не видим. То есть мы должны продемонстрировать некий заказ общества. Кого заказ? Женщин. А женщины не хотят заниматься политикой. Надо найти очень сложную конструкцию. А каким образом объект, который не желает участвовать в политике, чтобы выступил заказчиком политики? И тогда возникает конструкция, что женщины могут выступить заказчицами идеального образа будущего, в которой хочется рожать детей. Женщина биологически рожает, и женщина чувствует Бога в себе, проживает это состояние. Это состояние абсолютно незнакомо мужчине. Мужчина не принимает в себя клетку, не упрямоножает эту клетку, не рожает нового члена общества. Поэтому акцент именно на женщин, как более чувствующих пространство. И женщины формируют инициативу условия. То есть если мы в 100% общества можем выявить четкую половину, которая выступит с заказчицами, то появляются предпосылки, что если мы ставим правильную задачу, это может быть выполнено. Какая задача? Массово создать условия для поддержки огромного множества самовыдвиженцев. Огромного множества самовыдвиженцев. Десятки, сотни от каждого города, от каждого населенного пункта, где можно собрать 500 женщин. И эти самовыдвиженцы, не факт, что они должны пройти всю бюрократическую структуру. Это практически невозможно. Если мы здесь найдем кандидата, мы утонем просто в бюрократических вещах. И вот жалко Олега Сидорова, нет. Он пробовал по минутам просто считать, что такое оформить 500 человек нотариально. Это нотариус в одну минуту должен регистрировать подпись человека. Это очень технологически даже невыполнимое. И то законодательство, которое существует, оно формальное. Но пришел интернет. Пришел интернет. И благодаря сборке этих женщин у нас есть возможность выйти за пределы России или Руси. Нужно понимать, что процессы, которые произошли, предыдущие ораторы сказали. Измена, оккупация, разграбление. И в этих условиях огромное количество людей, которые, ну не приспособленцы, а выживают, реализуя свои природные инстинкты самовыживания, самосохранения, обеспечивают свои семьи. И чиновник вынужден находиться в процессе и не способен выйти из процесса и оценить проект. И в обществе выяснилось, нету ни одной структуры, которая выявляет, а что есть ценного. Вот я глотку деру 15 лет про эфир, про автономную энергетику, что можно не платить за электричество и так далее. И где журналисты, которые это поддержали? Где кандидаты в президенты, которые это услышали? Нету. Нету. Это демонстрация инертности общества, вообще в целом, дорогие друзья. Когда мы говорим о каких-то социальных программах, сколько кому там выплачивать, ключевой момент. А как страна заработает это? У нас бензоколонка, у нас сырьевая держава. Как это заработать? Глобальная волна говорит еще в 2007 году. Россия обладает технологией, то есть Россия лидирует фундаментальных исследований. Советский Союз показал лидерство в фундаментальных прикладных военных разработках. Но это сдерживается не только в нашей стране, по всей планете. Это по всей планете. Если мы хотим внутри нашей страны реализовать некий прорывной проект, мы должны ориентироваться на всю планету. Находить заинтересантов по всей планете. Потому что невозможно сделать счастье для России, уничтожив всю остальную флору и фауну на планете. Поэтому ключевую задачу, которую общество должно ставить, это прекращение эксплуатации человека человеком. Прекращение убийства собственного биологического вида. Ибо все войны, ростовщичество, оно идет в борьбе за территорию и ресурсы. Если у нас существует, открывается окно возможностей внедрения прорывных, закрывающих технологий, позволяющие нам не бороться за ресурсы, не бороться за территорию. То у нас создаются предпосылки создания рая на планете. Об этом многие религиозные трактаты пишут. Философы говорят, зачем нам рай, человечество остановится в развитии и мы начнем деградировать. Девятов Андрей Петрович об этом говорит. Глобальная проблема общества, что 95% людей не знает, чем себя занять. Почему так произошло? Ну потому что произошла атомизация общества и очень малое количество семей может похвастаться, что в одном доме или в одной квартире живет поколение бабушки, дедушки, дети, внуки, которые ухаживают друг за другом. Этого нету. А в селе, в общине это есть. То есть нас выдернули из некой среды, нас погрузили в мегаполисы и сказали, что это правильно. Нет. Те кризисы, которые идут на планете, и человек органично чувствует, что это не так. Когда мы говорим про человека, совершенно нет определения, что есть человек. И поэтому мы начинаем каждый в свою дуду дудеть, и какое государство надо строить, а не понимая, что есть человек, под кого мы будем строить государство. То есть если человек это обезьяноподобное существо, чуть-чуть интеллектом приправленное, есть очень большие вопросы про интеллект. Потому что общество, развиваясь из некого гармоничного прошлого, придя в сегодняшний мир, и мы видим совершенно негармоничное настоящее. Мы видим процесс деградации общества. Это не есть процесс эволюции нашего разума и сознания. И мы должны это сделать из этого выводы. И должны появиться новые комиссары, глашатые, которые будут повествовать. А глашатые комиссары для кого? Для женщин. Поэтому глобальная волна выискивает женщин-амбассадоров. Амбассадоров, которые зажгут сердца миллиардов. Потому что мужчины не способны, к сожалению, в подавляющем большинстве услышать идею рая и справедливости. И завершая выступление, на каком уровне происходят системные ошибки, либо нам просто забалтывают голову. Вчера произошел, позавчера по телевизору показывали, был симпозиум по искусственному интеллекту. Проводил его Сбербанк, и там выступал Греф и Путин. Соответственно, нам дают прививку, что искусственный интеллект за нас все сделает. Вы можете поэкспериментировать, прийти домой или с телефонов сейчас, и ввести в искусственный интеллект теорию единого поля, эфир, базовое физическое поле. И вы увидите, что искусственный интеллект вам ответит, что это теория прошлого, недоказанная, не имеющая права на существование. И когда президент говорит Грефу, а вот хорошо бы было ввести в искусственный интеллект вопрос, как сделать страну и эффективной, а людей счастливыми. И никогда в жизни на базе искусственного интеллекта, на базе западных данных и кастрированной информации об эфире, никогда даже президент не сможет получить правдивую информацию. А оказывается, что среди нас есть современники, это уходящие поколения. И если 15 лет тому назад этих людей старшего поколения было много, то сейчас их все меньше и меньше. Это единицы. Сейчас завершаю. А что происходит? Что происходит? Что старшие поколения уходят, эфир не признан, а нам сейчас, сегодня по телевизору начинают показывать 20-ти летних молодых неоперившихся юнцов и девушек, студентов, которые начинают перепроходить фундаментальную науку, которую Советский Союз прошел еще 50 лет тому назад. Мы опаздываем в развитии в то время, когда наши конкуренты уже делают микропроцессоры одного нанометра. А мы все спорим, куда нам двигаться и так далее. И в то время, когда в России запрещена теория эфира, запрещен холодный ядерный синтез, за рубежом выделяются гранты на это. А кто об этом говорит? Когда общество об этом узнает, если нет журналистов об этом говорящих? Вот, поэтому я использую инструмент баллотирования в президент, как привлечь внимание общество, поскольку другого механизма у нас нет. Смотрите, Юрик, вы все хорошие люди, не это оставь, ты будешь сейчас отвечать. Хорошие люди, вот до этого Любовин сейчас, вот только сейчас, то есть два часа назад, послушайте внимательно, очень сильную мысль, два часа назад я всем объявил, что на соборах принято мнение, что мы можем говорить, но не можем слышать, или не готовы слышать собеседника. Только сейчас до Ярослава выступал Любовин, который говорит, ребята, он сюда приехал, на 15 минут уехал, ребят, не надо программировать мантрами отрицание, деструктив, мотивацию давайте. Сейчас в речи у Ярослава Красиво, все хорошо, единственное, я там несколько раз увидел частичку отрицания, не. То есть это все равно, что ты начинаешь что-то созидать и постоянно выбрасываешь, опять созидаешь, выбрасываешь, то есть это является демотивацией, поэтому нам и не открывается эфир. Если сейчас новая волна в своих речах будет не употреблять слово «не», то нам откроется эфир с тобой, и мы достигнем, потому что ты, получается, начитываешь мандру и программишь общество. Эфира не будет, я был на соборе, смотри, вопрос, мне сразу там некоторые так резонируют, ой, надо отменить, надо что-то сделать, следи за речью. Я думаю, а почему они так волнуются? Может быть, действительно слова созидательные, может быть, мы сами программируем будущими. Вот здесь ты, как программист будущего, то есть сам навел на себя же делину. Значит, какие предложения? Это все модельные представления про волшебство. Ты на своем примере покажи. Ну зачем еще? Подожди, ну не спорь. Ты высказал тезис. Я понял, можно не использовать термин «не». Ага, а как? Бывает по-другому, но я хотел бы о другом. Значит, реже о кандидатах и о выборах. Кто предложил какой-то громкий тезис? Я предлагаю. Сегодня день матери. Вот, раз. Нет, я хочу сказать, ты тезис предложил безтопленная энергетика вчера. Мне понравилось. Слушай дальше. Опять перебить. Да я не перебить хочу, а обнять наоборот. Вот видишь, термин, термин. Не перебить. Перебить это вот бум-бум-бум. А обнять. Гармонизировать. Я в тебя верю, друг мой. Просто начни созидать. Давай, здесь прям. Создай что-нибудь в позитиве. Дай посылу кандидатов. Что мы откроем эфир к 13-17 марта. Почему мужчины не могут, не слышат про рай? Почему мужчины не слышат про рай? Эго мужское мешает. Эго. Эго. Вот. А что это мужское эго по всей планете натворило? Что женщина это существо второго рода. А я как пиарщик, маркетолог, говорю, что мы можем найти поддержку у женщины, как у активного электората. Но надо что-то им дать. Что? Женщина хочет рожать, а защиты от государства нет. Что мы должны показать? Мы говорим, Россия женская душа. А как мы это покажем на международной арене? Рассказываю. Давай спросим женщину. Ну зачем перебивать? Ну зачем? Ну полнадо. Ну цирк устраиваешь. Ярик, ну просто время уже. Ну ничего, ничего не говори. Все, все, все. Каюсь. Каюсь. Вот женщины говорят, говори. Видишь? Каюсь, каюсь. Власть женщины, все. Меньше. А чем мы можем заинтересовать? Чтобы показать женщинам, что государство признает значимость материнства, беременность и ухаживание за ребенком, до 18 лет включается в трудовой стаж и оплачивается по министерской ставке, непостаточному принципу материнского капитала, или там раненый боец получает 2000 по инвалидности, это смешно, это нас вбросили в это, чтобы мы стали ненавидеть друг друга, свою страну, государство и так далее. Соответственно, к чему стремиться? Как показать приоритет женского? Что материнство это работа, работа сложнейшая, тяжелейшая и так далее. А мы плачемся, что у нас вот такое поколение упущенное. Так женщина не занималась, то есть не женщина, матери, семья не занималась воспитанием. Все это было отдано на откуп детского сада, школы и так далее. Значит, женщина будет очень интересно. Мужчина это не услышит, а женщина, имея ежемесячные природные циклы, мне подсказали, говорит, Ярослав, ты ищешь хайповую тему, каким образом привлечь внимание женщины. Хорошо. А как еще Россия может показать, что Россия признает, что Россия женская душа? Должны некие знаковые преобразования произойти. Какие? И вот если нам говорится о том, что история подменена, что смыслы и образы подменены, и календарь подменен, то куда мы можем двинуться? И женщина подсказывает, говорит, Ярослав Петрович, а ведь в Древней Руси-то было 13 месяцев, змеиносец еще был месяц, змеиносец. Я говорю, да, окна, ну, как бы, какое-то отношение, ну, типа, к вам. Но у меня же нету месячных, я же не знаю. А, говорит, у нас месячный полонным циклом 365 дней в году разделено 13, ты получишь 28. Соответственно, Россия может показать, что признает значимость 50% населения, подстроив под них государственный календарь. Вот это крутизна. Вот это крутизна. Значит, а дальше, когда мы заинтересовали непосредственно 50% электората, через что мы добьемся то, о чем мы говорим? Это создание института эфира, потому что здесь правильно сказали, что добиться чего-либо в стране можно, откорректировав власть. А власть это система. Соответственно, мы можем влиять на систему, только сами став системой. Только сами став системой. И ситуация почему к женщинам? Потому что нужно получить поддержку за пределами России. Для этого существуют программисты, которые заинтересовались процессом динамической соборности, а динамическую соборность нужно не контролировать, а отслеживать в компьютерных системах данных. И задумались, как составить смарт-контракт с женщиной. Ну, подавляющее мышцово слабо понимает, что такое смарт-контракт. Ну, это система контроля депутата или выбираемого лица и прописание, по каким критериям можно будет отозвать. Три минуты подытожить, что мы находимся с вами в фазе экзамена цивилизации. Пришедшая цифровизация может нас привести к цифровому концлагерю, где функция государства якобы предоставить нам часть территории, возможности зарабатывать и часть заработанного отправлять в государственный фонд. Это модель исчерпаемой экономики, когда отсутствует госплан. Сегодня мы можем иметь всего лишь несколько государствообразующих предприятий, которые наполняют бюджет России. И мы можем содержать все население России и избавить население от нищеты, от нищеты по причине того, что нет работы, что нужно менять регион, что здесь нет работы. А менять регион, это искать квартиру. Ну, это целая жизненная история. Мы каждого человека, там, где он родился, там он и пригодился, можем обеспечить всем необходимым, чтобы он занимался семьей. Для чего заниматься семьей? Гипотеза. Мир наш не случайный, мир наш абсолютно закономерный, везде абсолютно проявление разума, и нас здесь разводят для какого-то результата. На планете Земля нас разводят для какого-то результата. Для какого? Когда мы прекратим уничтожать друг друга, и через биологические процессы воспроизводства себе подобных сможем в семьях массово иметь 10, 20, 30 детей, там, сколько угодно. Миф о перенаселенности планеты – это полная ложь. И когда приходит множество детей и увеличивается количество населения на планете, то увеличивается разумность сегмента галактики. В случае, если мы действуем согласованно. И экзамен для цивилизации, по какой развилке мы пойдем, куда? Мы пойдем дальше уничтожать друг друга, либо мы поймем, что высшие гуманистические ценности, они именно для человека и человечества, и продвигать человеческие ценности. – Благодарим тебя за указание. Ради него тут идет трансляция, у него большой канал и популяризация, поэтому благодаря Ярославу многие откликнули сейчас, в частности, Даминов, другие, то есть его каналы, потому что не было бы у него ресурсов, он свой талант сюда тоже вложил в виде ресурса. 15 лет снимал, у него очень много подписчиков, у нас 200, а у него 200 тысяч, допустим, ну, разница. А если бы пришел Павел Иванов и положил сюда свой талант, как ответственный гражданин, у которого куча, или Бондаренко, Коля, или другие объединились бы сюда, нас бы сейчас услышала вся страна. Поэтому надеемся, что благодаря тебе, этой глобальной волне экспансии нашего вот этих идей, твоих и этих, будет услышано всеми. Спасибо большое. – Не всеми, всеми не надо. Это ошибка всеми. Достаточно, если мы даже добьемся, что мы будем услышаны одним процентом всего лишь. – Все. – Одним только процентом будем услышаны, и будет запущен процесс. – Я же тебя поддерживаю, как скажешь. – Как правильно говорит Руслан, надо начать с малого, с общественного договора, который уже выставит все остальные пункты. Потому что, ну, понятно, Сталинская конституция, да, она достаточно была справедливой, это многие признавали, и Советы, которые объединились в Союз, они тоже это признавали. Поэтому, как за основу, можно взять вот блоки Сталинской меры, потому что она была написана политэкономики, и учитывала мнение, да, и чаяния народа. – Все? – Спасибо. Кулаков. – У нас есть русский общественный договор, его можно принять как основу. Но в любом случае, это должно решаться на общем референдуме народа. – Все? – Спасибо. – Хамин. – Мы с этой проблемой столкнулись. В 19-м году мы кинули клич на всероссийские народные совещания «Образ будущего, пути его достижения». С 19-го года мы собрали больше 250 проектов общества будущего, и поняли одно, что Конституция – это юридически оформленный проект, а носители проектов лишь того никак не стыкуются, надо искать наиболее общее основание, наиболее обоснованное, которое основано на фундаментальных, достоверных знаниях. – Три минуты. Значит, я буду краток, постараюсь уложиться меньше, не буду злоупотреблять. Значит, друзья мои, всем благодарю, что мы соединились, что, как говорится, нам выпала такая честь участвовать, стоять в эпицентре грядущих событий. Мы не просто на окраине, в периферии, или участники, свидетели, вся страна свидетель, а мы стоим в самом эпицентре. То есть мы сейчас создали фактически вместе в сотворчестве инструмент как подсказку всем, которые сейчас будут выдвигать свою кандидатуру на пост президента. И от лица Соборного Веча мы дарим данный продукт в публичный доступ любому кандидату, пускай используют на благо человечества это как свой собственный продукт, как единение с народом, ссылается на эту информацию, что эта информация непосредственно из народа, из потока. Никто здесь не врал, никто здесь не кривил душой. Чисто откровенно дали послание. Даже может быть не те, которые мы здесь рассмотрели, но те, кто послушает, которые зайдут туда. И когда он зайдет, ему включат эту запись, он, соответственно, может и вас пригласить на работу о цене качества, и к народу обратиться. И просто сам использовать данные. Это же подсказка фактически. Это как мысль, совет. Это очень ценнейший инструмент. Поэтому мы это сделали во благо всей страны, во благо всех наших городов и во благо всех жителей планеты. Всем спасибо. Вот ты, Руслан. Да. Да, общение с тобой. Завершая большую съемку, кино получилось где-то 5-6 часов, подводя итоги. Карточка у меня закончилась. И хорошо, что у нас есть Телеграм, который ведет запись. Соответственно, ты из наиболее активных, и кто Игоря прекрасно знает, видео уже идет, просто показывай. Да, да, да. По итогам выступлений беседа с женщинами выявила и показала, что озвученное Ярославом Старухиным глобальной волной видение, что сделать ставку на ценности, которые представляют женщины, это ключевой аспект продвижения. Множество кандидатов. Мы не выбираем личность, мы выбираем программу. Программу. Программа, которая исходит из того, из понимания, как мы наполним бюджет страны в максимально короткие сроки, чтобы в максимально короткие сроки полученную сверхприбыль направить на огромное количество социальных проектов. Помимо материнства, есть тема и отцовства, и ветеранов, и пожилых, и ветеранов труда, и просто психически нестабильных людей, которые есть в нашем обществе, и они имеют право на достойную жизнь. И смысл, смысл единой программы понять, что мы весь единый организм. Единый организм не только в масштабах страны. Мы пришли к цивилизационному кризису. И у нас сейчас уникальная возможность используя выборы внутри Российской Федерации, вывести новую в мировую повестку дня. Нужно ответственно понимать, что мы не получим победы на выборах. Осталось до выборов 3-4 месяца. Мы не получим победы, но мы можем максимально использовать массовое участие самовыдвиженцев через блокчейн-системы и интернет. Игорь сегодня очень много говорил именно о том, что мы не доверяем сегодняшней системе подсчета. И только от нашей осознанности, только от нашей вовлеченности зависит общенациональный результат. У нас у каждого уже есть смартфоны. Мы в кабинке можем сфотографировать свой личный персональный бюллетень, зафиксировать это своей личной персональной электронной подписью и сбросить на единый блокчейн-реестр дублирование результата выборов. и есть кого спрашивать. И отсюда возникает идея подписания смарт-контрактов по выбору депутатов, потому что сегодня, по-моему, кто-то сказал, что мы не можем отозвать депутата, потому что не знаем, кто голосовал. Но это было во вчерашней парадигме. И сегодня, когда есть искусственный интеллект, когда на мероприятии по искусственному интеллекту присутствует «Ваш президент, мы, как народные, разумные от народа, проявили гражданскую инициативу и по итогам обсуждений предлагают такие тезисы». Это все выкладывается на сайт, это выкладывается на блокчейн-системы, это становится возможным для перевода на сотни иных языков, чтобы люди по всей планете услышали, для чего множество активных граждан внутри России вдруг вовлеклись в некую проблематику, которая не дает победы на выборах. Мы должны понимать, мы не получим победы на выборах, это честно надо говорить. Для этого надо собрать одномоментно миллионы граждан. Это мы сейчас не в состоянии нам это сделать. Но участие в выборах позволит нам максимально распространить информацию, чтобы когда у нас соберется миллиарды людей, речь идет о чем? Что мы малым количеством людей, выводя новую международную повестку дня, можем привлечь через интернет ресурсы миллиарды людей, которые говорят, мы слышим о чем вы, мы поддерживаем о чем вы, сделайте это внутри России, потому что если Россия этого не сделает, нигде это больше не произойдет. Это у вас живут носители для этих технологий. У вас опыт социализма, соборности, коллективности. Вот, Руслан, поэтому мне кажется, что из, в общем, тебя уже несколько лет ты в информационном пространстве присутствуешь, идею сделать ставку на женщин, как важна не личность, а важна идея. Через женский образ мы показываем ценности. Ценности не деньги. Когда у нас есть новые научные парадигмы, мы можем сколько угодно золота наштамповать. Золото, бриллиантов, какие ценности нужны? Завалим планету слитками, но это не даст нам качества жизни, если мы не будем во главу ставить человека и дать описание, что есть человек. Что человек, это существо, созданное развивает свой интеллект. А развитие интеллекта, это когда простая система, используя опыт, создает более сложную систему. И вот сегодня мы можем наблюдать деградацию. Если в прежней России было много детей, то есть среди нас живут люди, которые рассказывают, что в нашем роду было 10-12 детей, а в сегодняшнее время мы видим массовые сокращения. Это деградация системы. Соответственно, мы, попав в это, тратим время не на критику, а проанализируем, ставим новые цели и задачи, дорожную карту как к этому прийти. Руслан. Да. Можно я принял твою мысль, немножечко скорректирую ее с нашими сегодняшними возможности с решениями новыми, которые мы прямо сейчас будем рождать. Можно? Нежелательно. Подопыт в его стиле, а потом свое. Вне протоколы, вне формата мог говорить. Скажи, Ярик молодец, не закрой тему. Вопрос в том, что, смотри, ты выделил как минимум так, мотивация понятна, да, человек уже забуцали ногами в России и он вымирает как нация, это понятно. А мы даем обратный процесс. Раз. Ты говоришь, что нужно использовать идею блокчейна и так далее для того, чтобы в кабинках все это отсняли. Два. Ты говоришь, надо использовать идею женской мотивации, мы только за. Три. Ты говоришь, что надо использовать, чтобы пускай выдвинутся все. Здесь вот есть момент интересный. Я говорю, Руслан. Да, поэтому я предлагаю и услышал тебя соединить несколько технологий одновременно, технологии победы, но опять же, победа для меня слова, чтобы услышали весь мир, как ты хочешь, но для этого должна быть команда, которая будет способна вынести на весь мир эту информацию. Если такой команды не будет, то кроме как Москвы, ее никто не услышит, и кто там может пять человек из Москвы. Поэтому первое, технологически должна быть такая команда раз. Должна быть команда от тебя, что есть такие ученые, которые завтра, когда будет народная держава, в течение года действительно владеют тайнами эфира. Насколько я знаю, такой команды нет. Есть идея, что это можно сделать, но мы пока не знаем, когда эти ученые будут. Это два. То есть нужен действительно подтверждающий эксперт научный парадизм. Еще раз, команды ученых не будет. Я как разведчик говорю, есть патенты, есть готовые технические изделия. Давайте по минуте каждый и по домам. А то мы сидим как дураками себя ощущаем. Между собой потом будете обсуждать. Все, тогда, смотри, сейчас рождается здесь, прямо сейчас, мое предложение по созданию коалиции из кандидатов к кандидатам, из самовыдвиженцев. Задача коалиции выработать более-менее одну программу. Как минимум 3-4 человека пойдет все-таки по системе 500 человек, которые должны вы получить, смотря сколько у нас будет ресурсов. И включая плюс твой посыл к женщинам. Оно там будет очень сейчас полезен. То есть сейчас разрабатывается концепция победы в текущем режиме историческом 2-3 месяца. И она имеет смысл. Потому что завтра система рухнет, допустим, российская. В феррале исчезает и Путин, и все остальные. Кто будет брать условно дальше народное хозяйство в руки? Вот с этой точки надо начинать. Поэтому давай так сделаем. Я просто не знал мотивацию твоего посыла. Мы сейчас буквально минут 20 обсудим идею, которая здесь родилась, победную идею. И наложим на эту идею еще и твою идею. Можно так сделать. И завтра ты увидишь этот продукт. И поучаствуй тоже. Вот такая у меня предложение. Потому что у меня товарищи... Ты же знаешь Игоря? Он как-то может делать очень правильно как-то мы назвали попытку такая. Он умеет делать гуманитарную пытку. Понимаешь? Поэтому здесь надо сокращать быстренько разговор. Все. Минута тебе. Все. Благодарю. Не смею задерживать. Спасибо, друг. Спас меня. Выключай запись. Егор, включай другую запись. Сейчас Ярик отключится. Сейчас Ярослав закончит запись. Потом ты включи, пожалуйста. И так, что я вижу. То, что радиология сейчас здесь и то, что необходимо закрепить иначе подруговника. Если мы реальные политические бойцы, вот я сейчас политической интуиции чувствую, что это надо сделать. Здесь и сейчас. Мы это сделаем. Открываться, обтаскупориваться буквально завтра, другая реальность, другая область. Не сделаем. Поболтали и ушли. Поэтому мы сделаем. Итак, что мы делать должны? Мое предложение. Мы создаем коалицию народной воли. Пока я так говорю, потому что уже есть манифест коалиции народной воли. Мы его отредактируем, туда добавим позиции новой научной парадигмы, позиции женского счастья, ну и многие другие вещи, которые объединяют. Следующий момент. У нас было заявлено, что мы собрались как самого движенца. Отлично. Пускай у нас будет 10-20 самого движенца. И так это будет коалиция из этих самовыдвиженцев. Третий момент. Мы создаем более-менее очень маленькую, но очень емкую, глубокую единую программу для того, чтобы она отражала наши неспорные вопросы. А те, которые вопросы каждого устраивают. И еще добавят, может быть, на порядок выше, чем мы сами думали об этих вопросах. Мы имеем о жизни строя. Теперь тактика победы. Тактика победы это то, что мы сейчас, когда вот такую коалицию подписали, договоре, когда рукой подписываешь и в космосе, и здесь все это что-то меняется. Это меняется, это закон такой. И мы используем все-таки первый шаг это описывать человек. То есть, если мы коалиции это завтра заявим, то такие организации, Атраковского, не забудьте обязательно, на ксталу. Ну, с потоком читаем. Да, да, да. Ну, хорошо. То левопатриотическим силам придется сделать выбор, они вообще с нами или опять не гуляют где-то в стороне. То есть, это означает, что завтра еще в эту коалицию придут люди. У нас большой разбег. 15-16 декабря это еще очень далеко. Время бежит с одной стороны быстро, а с другой стороны очень емко. Каждая секунда рождает новое информационное поле. И то, что мы сейчас сделали, это тоже информационное поле, очень большое. Поэтому в историческом периоде мы работаем по всей широте задач. И та, которая говорит Ярослав Старухин, что можно не идти никуда, у нас параллельное голосование может быть. Да, отлично. И о том, что весь мир узнает о нашем понимании. Да, отлично. И 500 женщин, да, отлично. Но, мое предложение, когда мы сейчас создадим главный закон народного намерения точнее коалиции, дальше мы говорим 3 или 5 человек, пускай пройдут этот этап 500 человек. Ну, то есть, закрепляют его юридически как требует этот закон наш. Ну, капиталистический закон, хитрость. И мы в течение недели, если мы как коалиция будем дальше транслировать, что мы хотим в режиме, представляете, теперь уже сколько чатов будет объединено в один, да, допустим, вот 10 человек это лидеры общественных мнений, теперь они объединяют эту силу, за ними стоят люди, теперь нас будет больше. И эти люди на момент, когда нужно 500 человек собрать, они, соответственно, 5 или 6 человек мы сами решаем, 3 может быть пойдет, пускай, но не один, никакого случая не один, 3-5 человек, мне, это лично все равно, могут уже не идти, не важно, но за ними стоит вот такая широкая сила. После этого, если решать, шахта собирать 300 тысяч подписей, пока идем. Вот эта бюрократическая задача не должна нас отвлекать от главного. Мы уже на этом уровне, вот на этом уровне, создаем коалиционное правительство. На этом уже уровне создаем коалиционное правительство. Мы уже работаем на местах так, чтобы в случае, позиция должна быть такая, в феврале, в или в марте случайно падает капиталистическая власть по разным причинам. Вот там у них неразбериха в Кремле, она упала. Кто, как помните, в июле 2017 года, а есть ли такая партия? Ленин сказал, есть такая партия. У нас сегодня нет такой политической силы, которая говорит, есть такая партия, которая работает чисто на Кремль, даже она при голосовании заберет, пускай у администрации президента какие-то голоса, и хорошо, пускай заберет. Но она никогда не планирует строить социализм. Никогда. Сергею Дальцову, у него станет историческая задача или стать на нашу сторону, на сторону коалиции, и у Атраковского станет такой вопрос, и у других станет такой вопрос. Либо они со всеми вместе, либо они за бортом истории. А мы это сделаем, мы сделаем такого качества политический продукт, который просто всех остальных просто вытеснит за историю, которую в ближайшем моменту мы можем развивать. Вот в чем заключается. Коалифин создаем при помощи документа коллекционного соглашения. Раз. Задачи мы там прописываем, это завтра можно сделать уже. Два. Информационное поле мы наполняем. Три. И приглашаем в нее в ближайшее время других людей. Четыре. И сразу говорим, кого мы будем выдвигать. Вот шахматист. Прекрасный человек. Обязательно вам нужно пойти на 500 человек пройти тот уровень. Я считаю, обязательно. Ну, и дальше уже по желанию, как мы туда говорим. Вот идея такая. Вот эти два шага сделаем. Традиционный договор. Примем это решение. Концепцию победы. И поверьте, будет раскупориваться в ближайшее время другое пространство. Вот моя короткая идея. И кто за? Хорошая идея. За. За. Поддержим. Неважно кто, вот, возможно. Один из вас объединитесь, что для нас вы ездили. Она сократилась. А все, я тоже хочу. Давай, давай, давай. Давайте сюда. Кто ты говорил, не хочу кандидатом быть, то все. Не, понятно или не, понятно. Вон три поколения. Все, 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 все. Все, все. Соберем. Пристанно. Все, все. Давайте. Идем. Идем. Все, все. Вася, документ должен быть готов завтра. Иначе все. Пространство сказали, делать сделали. Ладно, придется. Да, напряжал я. Я, напряжусь из вас. Дайте, реализуй наше чайное дня. Я все во всех вас верю. Благодарю. Во благо. Можно секунду? Да. Можно на всякий случай, когда видит, кто-нибудь почувствует себя, что он может уметь. И этот момент, это будет пережить спокойно. И вы не умрете. Я точно говорю. Потому что, не успокойтесь, пока Бог не скажет ничего. Нет, я говорю, что о том, что не нужно бояться, когда вот ты усыпаешь, чувствуешь, что можешь умреть. Надо суметь расслабиться и уйти в эту смерть. И не бояться этого. Потом родиться, и потом ты просыпаешься и чувствуешь, что ты новый человек. Да когда кодекс самурая. Ура! Все. Ура! На всякий случай. Да будет так. Благодарю. Кто вы знали. Вот он, наше кажется, надо сатрафировать ее. Да, сатрафируйте, качество хорошее. Да, Эдор Фомин поддержал меня, когда уходил. Я бы сказал. Вот так знали тоже. 2009 год. На планету обрушился финансовый кризис. Никто не знает, что делать. Население безработицы. Промышленность останавливается. Все бизнесы рушатся. Обвиняется Эйнштейн. Вы знаете, существует наука. Есть релятивисты, это те, которые сегодня, и есть материалисты, представляющие материалистическую точку зрения. Яркими представителями были Никола Тесла, Шаубер, Сёрд. Друзья, это те люди, которые проникли в тайны электричества. Были созданы электрические машины. Но Эйнштейн растиражировал теорию относительства Эйнштейна, которую передали по трансатлантическому кабелю в Америку. И публикация его появилась во всех абсолютных газетах. Проплачены огромные деньги. Физика была кастрирована. Наука не может ответить на основные вопросы. Что такое магнитив, что такое гравитация, что такое сильные и слабые ядерные взаимодействия. Физика была кастрирована. Для чего существует наука? Наука существует для того, чтобы познать природу вокруг нас. Для того, чтобы создать средства производства, для того, чтобы создать потом средства употребления. Наука сегодня этого не выполняет. Почему? Физика была кастрирована. Перестань себе врать, ты ничего не создаешь. Не строишь, не производишь, не изобретаешь и не собираешься. Друзья, мы сегодня все можем потерять. Есть ведущие разработчики в области микроволновой энергетики, холодного ядерного синтеза, позволяющие нам создать автономные источники энергии. Друзья, вам не надо быть физиками. В каждом доме будет бесплатная электроэнергия. Это значит, у вас работают теплицы, водоснабжение, очистка. Это эко-поселение. Вот что это такое. Хватит врать людям. У ученых есть технологии. Мы можем сделать качественное жилье. Мы можем сделать абсолютно качественное здравоохранение. Бесплатно. Для каждого гражданина. Правительство всех стран обманывает свое население. Технологии есть. Убедиться достаточно просто. Достаточно создать коллектив людей из 10 человек, представляющих различные образования. И повторить публичные эти опыты. И предъявить общественности. Холодный ядерный синтез существует. Технологии Тесла работают. Выявлена микроволновая энергетика. Но за рубежом уже высшие работы показывающие, что такое свастика. Свастика — это микроволновой резонатор. Один шаг. И они сделают генератор. У нас есть уникальная возможность провести зонтичное патентование прорывных технологий. Зафиксировать в сознании мировой общественности преимущественно авторское и патентное право России на закрывающие технологии. Технологии электроэнергии должны быть бесплатны и подарены человечеству. Высокотехнологичных технологий Россия будет зарабатывать. Заработка России будет достаточной, чтобы платить каждому россиянину, не работающему, тысячу долларов США. Работающие люди будут получать гораздо больше. Хватит врать народу. Мы можем построить социально ориентированные государства. Мы можем выполнить программу 2020 раньше намеченного срока. у нас есть уникальная возможность, чтобы Россия стала великой ведущей державой в мире, выполняющей великую гуманистическую задачу. И ты, любовь, в нем жизнь не тайна, и ты, не петь, он не случайный, и ты, и звезд, как космос, вечен, и ты, всерьез, он не сконечен. И чтобы и исполнительные органы могли контролировать народные органы, и народные органы могли контролировать и принимать совместно на исполнительных площадках нужные для общества решения. И чтобы лучшие люди выдвигались, они были видны, это все делается, конечно, через... Основу должна быть территориальной самоуправлением. Основа, знаете, какая публичность? Все, что скрывается... И публичность, это само собой. Я хочу пожелать, чтобы вот данный круг, как и центр единения, применялся в разных организациях, корпорациях, советах. То есть не начинался круглый стол без объединения, потому что пока ты, каждый пришел со своим, ты не слышишь другого. Когда вы стали единым организмом, вы работаете на общее созидательное сотворчество. Поэтому надеюсь, что... Хотелось бы еще подчеркнуть, что нет прав человека без прав народа. И ни один из народов не отказался от себя во время переписи 2010 года. Все подтвердили, никак не пытались нам засунуть это в права человека. Да, права человека. Вот наш русский дух, наш русский архетип объединяет индивидуальные права человека. И коллективные. То есть мы общинники. Мы не как звейства безумные, не таракани какие-то там бегают, мы общинники. Сейчас мы должны этот пример дать другим, да, чтобы они тоже обрели данное создание. И самое главное, самое главное для всех вас, я хочу сказать, это опыт жизни уже. Принимайте людей такими, какие они есть. Все хотят видеть каких-то вот таких, каких они себе вопросили. Нет. И ищите в каждом позитив. И пытайтесь с каждым разговаривать так, как с собой, и этот позитив сам появится. Делитесь. Хороший факт. Ищите в каждом разговаривать Яу-яу-яу Волги-меницы Воспоминания есть И длинной бороду Понимая жизнь Это здорово По-равну Время солнца И луны Разорваны листы Писания волнече летают Осени чистые мысли Город просит Чисто В общем, потренируемся Долго, не надо тренироваться Ты пой Пой Не надо Сука Сука Юнок продолжает Собой И сердцу Трекожном груди И вот ты Такой молодой Медведь у нас впереди Самое интересное Вот сейчас мы вам покажем Из которых Принялась Вот эта политическая Лужа Не размыкайте цепочку Дорогие друзья Я хотел бы Напомнить, что Сегодня День матери Сегодня день матери И сегодня присутствуют здесь Три женщины А мое выступление Будет связано Сто процентов С женской тематикой Вот и сегодня Мы можем Поблагодарить Все женские энергии За то, что мы здесь Проявились Потому что без вас Дорогие женщины Этот мир не состоялся бы Не состоялся бы Лизкий вам поклон В вашем лице Всем женщинам планеты Нашим материалом Пяти 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 Рожди Да Опять же Хотел бы обратиться к вам Чтобы вы подумали над Моим предложением Анализ ошибки Которые совершает человек Или общество Оно начинается У нас признание ошибки Да Вот И нам надо сделать Вот сейчас Это признание Что мы Все эти годы Делали что-то не то Вот Вернуться В начало точки отчета И оттуда Начать Исправлять Исправлять ситуацию Вот Для этого мы должны Сказать Что каждый из нас Вот Те кто Стоит в этом круге Кто за кругом Виновны В том В какой ситуации Мы оказались Виновны в том Своей безответственностью В первую очередь Потому что мы Хотели переложить Заботу о своей судьбе О своей жизни На плечи других людей Эти другие люди Оказались Не такими Порядочными Как мы думали И они Эту заботу Стали проявлять Только в отношении Себя и своих близких А мы оказались Как бы не удел Поэтому Нам надо сейчас Вот это дело Осознать Сказать Что да Я виновен Да Я буду исправляться Нельзя уйти Нельзя уйти Не исправить ошибок Потому что Я говорю Исправление ошибок Всем спасибо За творчество Спасибо большое Очень четко Определены Поэтому Комиссия и создана В центре нужно поставить Солнышек Которые отдают Которые излучают Это центрирование Солнышек Запускает Опять мы кого-то Хотим поставить Ура Пора работать По благу Сколько лет я жду Когда ты будешь Рассказывать Даже хотя бы В аудио формате Почему ты к этому Пришел Почему тебя это увлекает Ну и так далее Я понял Может не увлекать Это сакральная Геометрия природы В которой мы живем Находимся Как-то может быть Неинтересно Это же На уровне Самых высочайших Вибраций В котором мы находимся Все вокруг Нас Сакральная Геометрия Нашего Творца Все строится Как раз По принципам Которые Заложены Творцом В виде Вот таких Красивых штук Красота Спасет мир Продолжение следует